здравствуйте мои дорогие друзья сегодня приступим снова солить киту можно так солить любую другую рыбу речную морскую будем делать ее косичка так называемый посол будет быстрый и будем делать ее косичкой сейчас покажу как мы это делаем если мне три китинки они уже разделаны головы удалены сейчас нам надо удалить хребет и брюшные кости приступаем эту кровинку мы попозже уберем сейчас разделаем все но хребты как обычно на уху и тоже их можно подсолить и закоптить кровинка убирается без проблем так вот хребет получается чистый ну и здесь мы тоже сейчас уберем кровиночку и вот ферешки получаются здесь тоже самое сделаем ту же самую процедуру вот так что пока поступаем со всей этой рыбой а теперь нам надо удалить остальные кости иные брюшные удаляем их рыбка подморожены так что она удаляется легко это тоже можно остатки использовать на уху все крупные кости удаляем на хребте остались такую процедуру делаем со всей остальной рыбкой ну все сейчас продолжим другие манипуляции с этой рыбкой вот такие вот был и не булочки конечно половиночки получились у нас почти без костей 10 косточки мелкие остались она они не будут нам мешать ну все продолжаем делать дальше показываю что сейчас будем делать берем половинку киты это пока в сторону веры можно использовать любую другую рыбу какая у вас вот такая крупная и наступаем от остатка концов хвоста 45 острым ножом и здесь буквально сантиметр полтора делаем полоску раз полоска два полоска и три шкуру все прорезаем сейчас вторую также еще одну сделаем чтоб сразу укладывать и солить даже получится 4 полоски таких осьминожка берем емкость делаю солить кладем посолочная смесь стандартная на килограмм соли 300 грамм сахара присыпаем чуть-чуть все полоски обтираем перчат делаем центре оставляем вот эти две окраине заворачивай сюда а внутрь теперь их вот так переворачиваем это сюда и это опять сюда опять их переворачиваем это сюда а это сюда все это втуго стягивает берем шпажку или зубочистку и прокалываем именно шкуру они шкуру вместе с мясом шкура плотная и вот так соединяет вот такая косичка получается сейчас мы все остальную также завернем просолим завернем подсолим ее и оставим солиться лишнее можно обрезать я между лишний показываю еще раз на следующий просаливаем посолочной смесью средний оставляем крайний внутрь засовываем также их папа крест-накрест опять вот эти крайние сюда опять их переворачиваем это сюда это сюда опять их здесь переворачиваем и крайне так вот все и соединяем шпажкой вот друзья получилось у нас 6 косичек из киты рыбы напоминаю можно использовать любую другую рыбу крупную вам ударить кости все и так оставляем при комнатной температуре на три часа он прошло буквально полчаса уже соль сахар ступили процесс засолки видите же все растворяется потом даже промывать его не надо будет она поверхность не соли не сахара не будет все уйдет в туз лук вот он туз лук он уже стекает ждем еще два с половиной часа прошло три часа посмотрите соли сахара на поверхности почти нету она вся вот она уже в туз лук влагу все вытянуло стояла под наклоном часто поверхностно промокнем салфетками бумажными и повесим я лица галит буду часа три-четыре там посмотрим по состоянию ну все от рыбка отправилась швс сушильный вялочный шкаф сейчас будем ее вялить включаем просто обдув и она за три-четыре часа у нас подсушится все после вялки отправляю в коптильню вот эту красоту такая вот вял я ее не четыре часа как я говорил там а шесть мне через четыре часа она не понравилась как она была подвяли на там еще рыбку подвесил все сейчас будем коптить ее в течение часа часа десяти не более коптить буду ольхой 50 на 50 ольха и абрикол с дровишки отправляем в коптильню и ждем час час десять прошло час 10 вернее через час десять и отключился еще минут 15-20 подождал чтоб лишний дым весь вышел там еще маленький дым находится вот такая вот получается красивая золотая вот там еще две косички и вот они эти косички сейчас мы в швс часа на два проветрим и рыбка будет готова будем ее пробовать мы закончили весь процесс засорки вялки копчения и снова вялки вот она вот такая вот красота получается приятно посмотреть но не только посмотрите еще попробовать сейчас мы шпажку уберем и вот просто вот так уберем и отрезаем кусочки это очень вкусно напоминает сыровяреную свинину можно сказать очень вкусно очень ароматно солим меру всем приятного аппетита и до скорых встреч